Под коверные игры политиков и секретные договоренности войны Хамаса против Израиля. Сойдутся ли в Великой Битве США, Иран и Китай? Как только вступает Иран, считайте, что мы в Третьей мировой войне. Хазбалла, поставки оружия и Кремль. Зачем ось зла открыла Второй фронт? Это то, чего Иран и Путин хотели. И главное, как эскалация на Ближнем Востоке отразится на Украине. Боевики Хамаса стреляют по туалетным кабинкам на музыкальном фестивале в Израиле. Жуткое видео, первые кадры атаки. Тогда погибли более 250 человек. Далее ракеты полетели на Тель-Авив и другие крупные города на юге и в центре страны. Жестокое нападение Хамаса на Израиль ожидаемо не осталось без реакции. Цахал нанес удары по сектору Газа. Эффект домино был запущен. Неужели мир оказался на пороге Третьей мировой? Об этом расскажу чуть позже. А пока ключевые события последние дни. В ответ на зверство палестинского исламистского движения Израиль сбросил на сектор Газа тысячи авиабомб. И объявил полную блокаду, отрезав сектор от продовольствия, воды, медикаментов, топлива и электроэнергии. Массированные удары сравнялись с землей целые районы. А боевики окопались в лабиринтах тоннелей под Газой. Выяснилось, что там целый подземный город. Израильская авиация сбросила гражданскому населению листовки с призывом эвакуироваться в течение суток. Но по информации издания The Times of Israel, Хамас запрещает людям уезжать. Их, по сути, держат в заложниках. После сообщения о грядущей наземной операции, жители начали вырываться из газы. Армия обороны Израиля, Цахал, развернула на границе пехотные и бронетанковые части численностью в несколько сотен тысяч человек. Операция обещает быть жестокой и кровавой. И ее цель – ликвидировать Хамас. Для большинства стран Персидского залива ситуация такова, что они не готовы поддерживать Хамас. Вместе с тем, если начнется наземная операция, они вынуждены будут как-то реагировать. Израиль поставлен перед выбором. Или он устроит жесткую резню в газе, что далеко не даст ему симпатии во многих частях мира. Или Израиль проведет какую-то ограниченную операцию. Ситуация обостряется каждый час. Параллельно с этим происходит консолидация сил вокруг обоих лагерей. Катар угрожает прекратить миру газоснабжение, если бомбардировки газа не прекратятся. А он – крупнейший экспортер, который помог вытеснить с глобального рынка Россию. Представители Пакистана пообещали боевикам оружие. В конфликт уже вмешалась и проиранская исламистская организация Хезбала. Она обстреливает Израиль из Ливана. И заявляет о возможном полномасштабном вмешательстве. А это немалый ресурс. Десятки тысяч боевиков, как минимум, эти боевики обучены. То есть это армия. Это не партизаны, как Хамас. Хамас – это все-таки партизаны. Если вы видели, как они заходили в Израиль, то там некоторые босиком бегали. У них есть ракеты там много, да, и ракеты более совершенные, чем у Хамаса. Хамас все-таки их делает сам. А Хезбалла благодаря Ливану, Сирии получала прямо профессиональные ракеты фабричного изготовления. Скорее всего, Хезбалла будет выполнять свои угрозы. Вторгаться будет на территории Израиль с севера. Тогда Хезбалла из-за собой может подтянуть уже все ополчения, которые находятся на территории Сирии. Могут начинаться тоже стычки голландской высоты. При этом ведущим донором, поставщиком оружия и идеологом Хамаса эксперты называют Иран. Он же и главный бенефициар конфликта. Есть даже версия, согласно которой Иран, Хезбалла и Хамас могли совместно планировать вторжение в Израиль. Иран так или иначе задействован в этой операции. Хочет таким образом консолидировать Ближний Восток вокруг себя. Это один из столпов иранской стратегической культуры – пан-исламизм. И такое развитие ситуации очень опасно. Но сценарии развития событий будут во многом определять крупные игроки с других континентов. Это уже масштабировало события на Ближнем Востоке. Главный стратегический партнер Израиля, конечно же, Соединенные Штаты. И они с помощью и публичными заявлениями здесь не медлили. Уже сейчас у берегов Израиля одна авианосная группировка стоит, вторая туда идет. Авианосная группировка – это по мощи боевой, но это как армия Ирана. Один авианосец, чтобы вы понимали, это больше, чем весь Черноморский флот Российской Федерации. Авианосец Джеральд Форд будет во главе ударной группы ВМС США. Его будут сопровождать миноносцы с управляемыми ракетами и ракетные крейсеры. И за всем этим будет наблюдать Китай, который в случае чего может заявить о поддержке Ирана. Китай будет поддержать любые противостояния, которые нанесут ущерб авторитет США. Им это выгодно. И не важно где, и не важно с кем. Китай пока держит дистанцию и паузу. Но здесь следует сказать, что Китай за последние несколько лет активно сотрудничал с Ираном. И визиты в Китай, Иран. Соответственно, недавний визит Башара Асада в Китай также подтверждающий, что Пекин делает ставку на шиитский коридор и вообще на взаимодействие с этими странами. Но ключевой вопрос, что может стать спусковым крючком большой войны? И действительно ли она вероятна? Эксперты рассматривают несколько сценариев. Первый – все ограничится конфликтом между Израилем и Хамасом. Это не будет апокалиптическая война на многие месяцы. Это не будет апокалиптическая война на многие месяцы, потому что иначе Израиль испортит отношения с очень многими соседними странами. И возможно тогда включение Ливана, возможно более широкое включение Ирана. Но не в интересах Израиля и его арабских соседей, прежде всего стран Персидского залива, чтобы этот конфликт продолжался очень долго и превратился, по сути, в такое кровавое противостояние, как сейчас мы имеем в Украине. Второй сценарий – в дело на полную включится Хезбалла. Этот процесс уже начался. Тогда война принесет региону гораздо больше жертв и разрушений и точно затянется на длительное время. Впрочем, есть третий сценарий. Он самый плохой. Это когда в войну вступает Иран. Так как Хезбалла – это на самом деле прокси Ирана, то есть люди, подготовленные Ираном, вооруженные Ираном, и команды, получающие из Ирана, и руководят им, реально говоря, иранские генералы, то вопрос, вступит ли Иран сам, как страна, в войну. Вероятность этого очень мала, но она есть. И вот вступление Ирана, как только вступает Иран, считается, что мы в Третьей мировой войне. В том смысле, что тогда уже вся эта ситуация будет только эскалироваться, потому что какие-то страны будут присоединяться, каждый будет выбирать сторону в этой войне. Тогда против Ирана свою военную мощь сразу применят Соединенные Штаты, которые сейчас только демонстрируют мускулы. Соединенные Штаты пытаются изо всех сил играть ключевую роль в нормализации, потому что они чувствуют, что почва уходит, что может влезть Россия, Саудовская Аравия, Китай. Впрочем, большая война не выгодна ни Западу, ни Ирану. По крайней мере, пока этот сценарий не так вероятен. Тегеран не заинтересован открыто вступать в войну, но... Между тем, из потенциальных посредников, которые хотят уладить конфликт и получить дивиденды, уже выстроилась очередь. И в ней, не поверите, Путин. Надо вечно называть своими именами. Зная его методы, можно предположить, что вскоре захочет освободить русскоязычных палестинцев. Вот в отношении сектора газа могут быть предприняты меры военного и невоенного характера. Но вопрос, который волнует больше всего, как новые вызовы на Ближнем Востоке могут повлиять на Украину. Конечно, это смещение мирового фокуса внимания и возможное уменьшение военной поддержки. Но глава Пентагона Ллойд Остин уже заявил, что США – самая влиятельная страна в мире, и ей хватит сил одновременно поддерживать и Израиль, и Украину. И иронически добавил – мы можем ходить и жевать жвачку одновременно. Ала Чиж специально для телеканала «Фридом». Путин в Китае, Байден в Израиль. Президент России впервые за 20 месяцев отправился за пределы бывшего Советского Союза. Путин принял участие в саммите «Один пояс – один путь» и уже провел переговоры с Си Дзиньпином. Чего ждать от встречи Путина и Си, что означает этот визит, а также двусторонние встречи российского диктатора, например, с премьером Венгрии Виктором Орбаном. И визит президента США в Израиль на фоне израильско-палестинской войны. Можно ли это считать сигналом и кому? Михаил Шейтельман – политтехнолог и писатель к нам присоединяется для того, чтобы обсудить все эти вопросы. Михаил, добрый вечер. Да, здравствуйте. Начнем со встречи Путина и Си Дзиньпиня. Если говорить глобально, то о чем она? Означает ли это, что партнерство России и Китая будет только углубляться, страны будут сближаться и что Путин и Си заодно? Да, они, конечно, заодно. И, в общем, показала вот эта встреча, как это был саммит. Это же не была встреча на двоих. Это был саммит, в котором 26 глав государств, 26 пекинских комиссаров. И Си всячески показывал, что Путин его как бы заместитель, правая рука, помощник, ну, любимая жена, если можно так выразиться. Он водил его за руку, везде за собой. То есть понятно, что главный – это Си, это император, а этот – вот десница императора. И да, они в каком-то степени, ну, можно ли назвать это, сблизились. Россия увеличила свою зависимость тотальную от Китая. Она признала свою роль такого подчиненного Китаю государства. Полностью признала абсолютно. Путин всем поведением это признавал. Рад этому, что у него теперь есть крыша в лице Китая. А Китай будет использовать Россию как, с одной стороны, источник там нефти, газа, с другой стороны, как страну, которую, если что, можно использовать в качестве, какого, знаете, ядерного авианосца. То есть вот если начнется ядерная война, пострелять же будет не Китай, а Россия. И ответка будет прилетать тоже в Российскую Федерацию. А Китай будет только сидеть и греться у костра. Вот примерно такая роль России. Но это все очень опасный союз, очень опасный. И все, что мы наблюдали в Пекине последние двое суток, это формирование такой коалиции зла абсолютного, действительно. Коалиции варваров, которые будут с нами воевать со всеми. Ну, со всеми цивилизованными странами. Там же из западных стран-то только Орбан, ну, которого, видимо, западным уже не назовешь. Видимо, Венгрия решила быть на стороне нацизма в этой войне. Ну, вот несмотря на то, что это был форум, где были многие лидеры, азиатские преимущественно, российская пропаганда вовсю пыталась представить Путина как главного гостя этого саммита. Ну, а что им, собственно, и остается, им за это деньги платят. Скобеева даже назвала встречу Путина и си, цитируют, ответ Западу, который настроен максимально агрессивно по отношению к России и Пекину. Конец цитаты. Так ли это на самом деле? Настолько ли действительно важной персоной был Путин на вот этом всем саммите? Или это просто пытались так показать, продемонстрировать? Ну, в какой-то степени да. Просто как, вот есть номер один безоговорочно – это си. Там нечего обсуждать. Потому что Китай в 10 раз больше, чем Россия по объему экономики, по населению. Там сравнений быть не может, безусловно. Это как бы космос такой, да, некий Китай. Но из остальной челяди, то, пожалуй, я же говорю, Путин некий, да, главный из челяди. Это правда. И поэтому ему дали вторым говорить, поэтому его за руку привели вторым после си, как бы ходить везде. Но еще раз, вот видите, там на фотографиях его ставил рядом с собой си. Вот, да, вот главная фотография, рядом с собой си, по правую руку ставит Путин. То есть это помощник, секретарь. Ну, как, не знаю, как Песков у Путина у самого. Вот. Поэтому, да, действительно, из всех вот этих, кто там собрался, так и есть. Ну, так как, это еще раз говорю, это штаб Третьей мировой войны, штаб вот наших противников. Да, у них есть командующие, есть вот его помощники, главные из которых Путин. Есть еще такая фотография и даже видео. Путин идет в окружении своих охранников, и один из этих людей несет черный чемоданчик. Называют его еще ядерным чемоданчиком. Так ли это? Был ли реально в руках у окружения Путина этот пресловутый ядерный чемоданчик? Или, возможно, это просто какая-то папка с документами? Ну, во-первых, там я не знаю, насколько я понимаю, это все-таки, как сказать, насколько я понимаю, это некий символ, да, чемодан, не в буквальном смысле чемодан, насколько я понимаю, еще раз говорю. А МОКСИ попросить притаскивать с собой чемодан, будем трясти им, показывать Западу Кусикину мать, так сказать, твоим чемоданом. Тоже вполне возможный исход. Но сегодня монополия Путина нарушена на чемоданы. Сегодня еще одна страна стала угрожать ядерным оружием, если вы не заметили. Сегодня Пакистан сказал, что нанесет ядерный удар по Израилю, если тот не прекратит там что-то делать. Вот, поэтому уже многие, многим угрожают ядерным оружием, Путин уже не оригинален. Ну, вот Орбан пока еще не может, к счастью, угрожать ядерным оружием, тем не менее он поехал на этот саммит, он встретился там с Путиным, он с ним общался. Вот недавно, кстати, Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о том, что признала Путина диктатором, вот, и фактически теперь он становится, ну, по сути, как нерукопожатным для всех цивилизованных стран. Ну, вот Орбан, видимо, считает, что ему не зазорно вот в этом всем заляпаться. Он и так, в принципе, заляпался, но тем не менее, вот так вот открыто. Как вы считаете, вот он действительно понимает, что он уже там, ну, чуть ли не все мосты сжег в этом плане? Ну, конечно, сжег, да. Ну, слушайте, мы приближаемся, идем, посмотрите, огромными семимильными шагами к Третьей мировой. Так чего ж там уже, кто уж там будет? Все действительно выбирают свой штаб, свои будущие окопы. В Венгрии во Второй мировой была на стороне фашизма, почему бы ей сейчас не побыть на стороне русского фашизма? Да, ну вот каждый выбирает свою сторону, тут ничего нельзя сделать, к сожалению. Ну, просто как-то не надо все воспринимать, как какие-то игры. Это уже не игры, все, игры кончились. Уже у нас война не только здесь, у нас на фронте. Война идет на Ближнем Востоке. Сегодня ночью, вообще-то, полыхали многие страны мира. Уже жгли посольство, уже жгли Макдональдсы, уже брали штурмом консульство. Поэтому мы совсем недалеко от того, чтобы все это сполыхнуло по-настоящему. Пессимистические сценарии вы рисуете, но все-таки, вот возвращаясь к Корбану, ну, кроме России, ведь есть много других стран, с которыми круче, так скажем, дружить. И экономически, и в международно-геополитическом плане. Почему Россия? При этом Орбан перед тем, как встречается с Путиным, встречается с генеральным секретарем НАТО, и Йенс Толтенберг говорит ему о том, что нужно поддерживать Украину, о том, что нужно быть условно на стороне добра, а не зла. После этого Орбан встречается с Путиным и рассказывает ему какие-то невероятные вещи о том, что вот они за Россию-матушку и готовы сотрудничать и так далее. Ну, Орбан приехал к Си, а не к Путину, надо понимать. Это саммит, который организовывает Си для своих подчиненных. Поэтому это показательно не то, что Орбан же не в Россию поехал, а в Китай. Надо понимать разницу. Вот. И это не пессимистичный прогноз. Ну, просто, ну, так есть, ну, что поделать. Наоборот, может, быстрее закончим тогда. Наша война становится частью большой мировой войны. В мировой войне это не означает, что прям весь мир будет воевать. На Второй мировой войне не воевали же миллиарды людей, да? Ну, вот кто-то воевал, кто-то не воевал. По-разному будет. Вопрос в том, что масштаб, весь масштаб, то есть масштаб противостояния и противники должны быть определены. Уже задействованы две авианосные группы в этой войне. Вот они стоят в Средиземном море, они готовы открывать огонь по Ирану, если он начнет стрелять по Израилю. Вот. Поэтому мы движемся. Орбан решил, что каждый же выбирает, кто победит. Орбан поверил, что победит Китай. И поэтому поехал в Китай. Я думаю, что как-то так все это. А мы верим, что победит США. Поэтому мы с Соединенными Штатами Америки. Думаете, это война Китая и США? Вот вы сказали про то, что в Пекине была сформирована некая коалиция зла. Вот коалиция добра, ей есть что противоставить и как противостоять этой коалиции зла? Да, конечно. Мы же в двухполярном мире абсолютно. Один полюс США, другой полюс Китай. Вот есть Пекин и есть Вашингтон. Все остальные, это каждый играет. Ну, мы помогаем. На самом деле, понятно, что нам вроде Вашингтон помогает. Но это сейчас, на первом этапе, когда напали на нас. Дальше уже мы будем помогать Вашингтону. Точно так же и Китай. У него есть всякие мелкие союзники, типа России, Ирана. Кто там еще у него? Северная Корея. Которыми он управляет и что-то делает. Ну, когда-то, когда была холодная война, то был Советский Союз как один полюс, США как другой. И по миру велись 30 войн. 30 одновременно войн, где с одной стороны были как бы прокси-силы Советского Союза, а с другой прокси-силы США. Ну, например, война между Анголой и ЮАР. И вот Анголу финансировал, вооружал, обучал Советский Союз и Куба. А ЮАР, соответственно, США и Великобритания. Вот они воевали между собой. Вот сейчас Россия это аналог Анголы, той бывшей, а мы аналог ЮАР. То есть нам помогает Великобритания и США, а Россия, Китай и Иран. Сама же Россия уже не способна воевать. Только Китай и благодаря Китаю и Ирану она пока еще в этой войне не потерпела сокрушительного поражения. Ну, китайцы вот присылают сейчас снаряды из Северной Кореи, например. Просто надо вспомнить, какие роли, что они отличаются от ролей Первой Холодной войны, где главное противостояние. Вот. Но, понимаете, это же все медленно, это же все не за один день будет раздуваться. И всегда есть шанс это остановить. Всегда есть шанс это остановить тем, чтобы, например, если мы смогли при помощи западных союзников разгромить сейчас одновременно и Россию, и, скажем, Хамас, то Китай бы откатил назад и передумал бы вести эту горячую войну. Сейчас, когда он видит успехи, то он ее и ведет по этому. Пока Путин ездил в Пекин, Байден приехал в Израиль. Как можно расценивать вот этот визит, ну, кроме того, что он, собственно, имеет под какой-то определенной целью, ну, и как сигнал Путину, который мы помним, что он очень долго хранил молчание после нападения Хамаса, потом он что-то там сказал о том, что виноваты США прежде всего в этом. И вот только недавно он созвонился впервые с Нетаньяху. Соответственно, вот в этом контексте есть ли тоже такой определенный посыл для тех стран вот той же оси зла, ну, и России в том числе, что вот США будет всецело в этом конфликте на стороне Израиля. И, ну, очевидно, что тут будут тоже, что называется, допобедного разбираться и с Хамасом, и с теми, кто там возле них и попытается вмешаться в эту войну. То, что вы говорите, это так, но это, конечно, не к Путину обращено, потому что главный на Ближнем Востоке – это Иран, главный противник наш, нас всех. Поэтому это, в первую очередь, к Ирану обращено. Точно так же, как и две авианосные группы прислали не чтобы сбивать российские самолеты, а чтобы сбивать иранские ракеты, в конце концов. Вот. Поэтому это все, если сигналы есть, то они Ирану раз. Второе – это сигнал Европе, что Европа должна объединиться, в том числе, вокруг Израиля сейчас в этой ситуации. Но, на самом деле, у этого визита был третий смысл большой, который потерялся за последнюю ночь и исчез. Главным смыслом, конечно, этого визита была встреча не в Иерусалиме, а встреча в Амане, в Иордании, где должен был пройти саммит Байдена с президентом Египта, королем Иордании и президентом палестинской автономии. Вот они вчетвером должны были решить, как им поступать с сектором газа. То есть, ну хорошо, Израиль зайдет, например, уничтожит Хамас, а дальше-то что? И дальше вот эти три силы – палестинская автономия, западный берег реки Иордан, Иордания и Египет должны были в разных ролях взять власть в секторе газа. Одни должны были завести туда свою полицию, палестинская автономия, Египет должен был обеспечить гуманитарные и финансовые вопросы. Ну, то есть, стать посредником между США и сектором газа. А Иордания должна была взять под контроль, там, помочь уничтожению Хамаса на западном берегу реки Иордан. Но все это развалилось после всех этих слухов. Ну, то есть, такой провокации на тему того, что якобы Израиль разбомбил какой-то госпиталь. Во всем мире начались волнения, и все эти люди все отменили. Все отменили свой приезд в Иорданию. Король Абдалла отменил этот самый саммит. И поэтому поездка Байдена потеряла, в общем, честно говоря, большую часть своего смысла, который задумывался. Я думаю, что они когда сидели в Греции, вот сейчас из Греции прилетал Байден сюда, в Израиль, то еще размышляли лететь, не лететь. Потому что практически этот смысл утрачен. Сейчас остался только символический. Ну, вот перед этим немного таких пессимистичных, как Настя сказала, сценариев нарисовали. Но по поводу вот того, вступят ли в эту войну другие силы, тот же Хизбалла, Ливанский или, возможно, там Сирия, возможно, даже Иран отважится на прямое какое-то вторжение в Израиль. Вот по этому поводу, как вы, поэтому, ну, у вас есть измышления по этому поводу? То есть Ливан не может отважиться на вторжение в Израиль, потому что у Ливана нет для этого армии. Поэтому ему нечем вторгаться в Израиль. Хизбалла, которая стоит на юге Ливана и фактически оккупирует этот самый юг Ливана, она может попытаться, но тоже зайти сухопутным путем в Израиль через минные поля и через большие заграждения. Это же не Хамас, которым там на мотоцикле прорваться. Хизбалла – это целая армия. Она не может просто так пройти через линию обороны израильскую, когда израильская армия сейчас мобилизована полностью. Поэтому это тоже все фантазии. Будут ли они просто вести перестрелку через границу? Ну, это может быть, если Иран прикажет, то будут. Это возможно. Сейчас решается вопрос, будет ли Израиль заходить в сектор газа своими танками, физически и пехотой. Если будет, то достаточно велика вероятность, что Хизбалла начнет массированные обстрелы Израиля, а Израиль массированные обстрелы юга Ливана и юга Сирии, где располагается Хизбалла. Ну вот, все зависит от того, что выберет сейчас Израиль и о чем договорится, кстати, Байден с Нетаньягом на эту тему. Еще несколько дней назад все было однозначно. Было понятно, что Израиль будет наносить, то есть будет заходить в сектор газа. Но теперь уже все не совсем понятно. Время-то ушло уже 11 дней со дня вот этого массового убийства, которое совершили хамасовцы. И уже как бы все уже про это забыли. Ну, так я имею в виду в мире. То есть первые дни это бы полностью оправдывало Израиль. Он мог делать то, что захочет. Сейчас уже все. К сожалению, не так легко для Израиля будет провести такую операцию. Еще вопрос по поводу США и Китая. Ведь в ноябре запланирована встреча Байдена и Си. Понятно, что до ноября мы в таком мире живем, что каждый день все так меняется и может произойти буквально все, что угодно. Но, в принципе, если говорить на сейчас, с какими силами, с какими позициями будут подходить к этой встрече Байден и Си Цзиньпинь? Ох, ну это действительно большой геймченджер все, что произошло. Вообще, все, что произошло за последние 10 дней, вот оно изменило наши многие расклады на нашей такой глобальном смысле войне. Не на нашей вот здесь на линии фронта, но в глобальном смысле в противостоянии многое изменило. Поэтому неизвестно, будут ли такие встречи, не будут ли такие встречи. Все же понимают, кто кого поддерживает, кто кого одобряет. Тот же Китай, например, после того, что произошло, то есть я не имею в виду сейчас, не после истории в секторе газа, а после нападения КамАЗа, он не поддержал Израиль, он наоборот выступил с осуждением Израиля за удары по газе. Это сделал министр иностранных дел Китая. Это вражеское по отношению к США заявление. Точно так же, как такие же вражеские заявления делала и Российская Федерация. Но от нее это можно было ожидать. Китай весьма выступил недружественно по отношению к Америке. Поэтому есть ли у них почва для переговоров? Это большой вопрос. Такие визиты, в общем, легко достаточно, знаете, такие встречи легко отменяются, когда становится ясно, что предмета для договоренности нет. Вот мне кажется, сейчас предмета для договоренности нет. Просто нет. Потому что о чем могут договариваться Байден и Си, когда Си решил выбрать путь конфронтации, используя вот этот сорт, он же мог остановить Россию, понимаете? А он не стал. Он мог остановить Иран, но не стал останавливать Иран. Значит, он выбрал путь конфронтации. Сейчас посмотрим, что с этого получится. Михаил, еще вот с вашего позволения такая информация, обсудим ее с вами. Гуманитарной помощи на 100 миллионов долларов предоставят Соединенные Штаты Израилю через Египет. Об этом сообщил американский президент Джо Байден в соцсети «Икс». Американский лидер заявил, что эти деньги пойдут на поддержку более миллиона перемещенных и пострадавших от конфликта палестинцев. И подчеркнул, что США убедятся, чтобы эти средства не получил Хамас или другие террористические группировки. Вот как в этом контексте мы знаем, что США активно в принципе начали помогать Израилю и с оружием, с вооружением, возможно какие-то еще виды помощи. Но вот такой вид помощи гуманитарный еще для палестинцев, как вы считаете, насколько это такой важный шаг? Это у вас какая-то такая путаница. Дело в том, что это не Израилю. Потому что когда США хотят оказать помощь Израилю, они просто переводят деньги в израильский бюджет, чем они регулярно и занимаются каждый месяц. Ну, есть военная помощь, есть еще какие-то виды помощи, наверное. А вот эта помощь, о которой сейчас, то, что вы сказали, это помощь палестинцам из сектора газа, то есть автономии. Значит, действительно надо, в чем проблема? В том, что официальные органы власти и автономии, которые до сих пор были, это были органы власти, которые формировал Хамас. Потому что Хамас победил на выборах в палестинской автономии, ну, вернее, не во всей автономии, а в секторе газа победил на выборах, и он и был органами власти. То есть, когда переводились деньги, гуманитарная помощь, например, из Европы в сектор газа, на покупку, не знаю, лекарств, то распоряжался ими Хамас, как победивший на выборах. И вот сейчас они пытаются, американцы, сделать что? С одной стороны, они хотят помочь этим двум миллионам гражданских лиц, которые находятся в секторе газа. С другой стороны, нет же официально никакого инструмента, просто никакого. Нет номера счета, грубо говоря, нет ни одного банка, который бы не контролировал Хамас. Газ внутри сектора газа. То есть, это невозможно. Вот они и пытаются найти какой-то способ сделать это через Египет. То есть, перевести деньги Египту, чтобы Египет, грубо говоря, купил там мясо и таблеток, и все это через забор закинул в сектор газа. Ну, я сейчас шучу, но почти не шучу. В смысле, так это физически выглядит. Так как Египет не готов открывать границу, не готов пускать к себе жителей газа, он буквально туда будет как-то подвозить физически вот еду, бинты и так далее. Вот такая будет гуманитарная помощь. Израиль здесь вообще не будет прикасаться к этому. Михаил, спасибо вам, что присоединились. Михаил Шейтельман, политтехнолог и писатель. Обсудили Палестино-Израильскую войну, визит Путина в Китай и визит Байдена в Израиль.